Добрый вечер! Вы смотрите нашу программу. Сегодняшний герой в свои 23 года может с гордостью сказать, что он нашел дело всей его жизни. Дело, которое доставляет ему огромное удовольствие и, что не менее приятно, нравится другим. Музыкальная история в нашей сегодняшней программе. В чем именно, скажем, секрет успеха своих треков, я не знаю. Я просто делаю то, что мне нравится. КОНЕЦ Знакомьтесь, Александр Ларичев. Он же диджей Алекс Ларичев. Музыкант, продюсер и просто позитивный молодой человек. Большую часть всего своего времени он проводит здесь, в этой небольшой уютной студии. Уединившись ото всех, наш герой создает свою музыку. Музыку, которая потом будет звучать на танцполах Европы и Америки. В этой студии нет ничего лишнего. Только то, что нужно для профессионального создания качественного трека. Александр гордится своей студией, ведь он создал ее, можно сказать, с нуля. Туда было завезено две газели минеральной ватки для того, чтобы все это дело обшить, чтобы не проходил звук. Потом я общался с ребятами Остом и такие музыканты, которые мне подсказали, как должна правильно она быть оформлена акустически. Мы примерно разработали проект, начали делать по нему. Заходишь в эту комнату, сразу глушит уши и такое ощущение, как будто ты в вакууме находишься. Это все сделано для того, чтобы у меня был самый честный звук на свете, скажем так, чтобы не было никаких отражений. Если мы хлопаем в каком-то помещении, мы слышим резонансы. И это очень мешает получить именно самый чистый звук, который будет потом в итоге звучать в клубе. Страсть к электронной музыке у Александра возникла сразу же после первого посещения дискотеки. Он настолько был вдохновлен всей этой атмосферой, что принял твердое решение стать диджеем. Азы владения вертушками и винилами он постигал в Дмитрове. Уже опытные диджеи помогли юному парню в его начинании. Счастью Александра не было предела. Однако пришел момент, когда он захотел не просто играть музыку, а научиться самому ее писать. Скачал себе программу FL Studio, называется Fruity Loops. И начал что-то в ней делать, творить. У меня ничего не получалось там буквально месяц-три, потому что я вообще ничего не понимал. Куча крутил, куча кнопок. Ну, это как, я не знаю, новый свой мир какой-то вообще. Буквально, наверное, месяца через тоже три, после того, как я все забросил, я подошел к однокласснику. А он закончил, Рома Комиссарок, он закончил музыкальную школу. Он играл на фото-пиано, на аккордеоне. А у меня вообще никакого музыкального образования не было. И мы с ним такой симбиоз вместе устроили, сделали свой проект. Он писал именно мелодии, а я занимался технической частью. То есть делал всякие тут-стут, там ритмы и так далее. И у нас как-то все это дело потихоньку пошло, пошло, пошло. Мы начали выступать по Москве, начали приглашать нас такие крупные организаторы, скажем, именно в этом направлении. И очень хорошо все это шло, мы даже выпустили свой альбом. На австралийском лейбле мы выпустили этот альбом. Так получилось, что этот музыкальный дуэт распался. Оба пошли своей дорогой. Молодого диджея Алекса Ларичева начали приглашать играть в Европу. Он посетил клубы Швейцарии и Португалии. После возвращения в Россию Саша решил поменять музыкальное направление. Начал я более спускать ритм. То есть, когда электранцы, это 145 ударов в минуту музыка. Но если сравнить это со спортом, то это, наверное, режим пробежки такой. Когда мы бежим 5 километров в среднем темпе таком, да? Это 145 ударов в минуту. То есть это довольно-таки быстро, да? И потом я начал понижать темп и спустился до 133 ударов в минуту. 130-132. Это был жанр просто транс, прогрессив транс. Известные артисты в этом жанре — это Армином Бюрин, Тиеста. То есть это уже более такая коммерческая музыка с мелодичной основой. Я писал ее где-то год или два. Как раз заметил меня первым, наверное, это Ферри Корсен, такой диджей. Он взял меня на свой лейбл, то есть свою звукозаписущую компанию. И первые свои синглы я выпустил у него на лейбле. После этого я также продолжал работать уже не только с Ферри Корсен, но и с другими диджеями, и с другими лейблами. Меня пригласили на выступление Радио Рекорд. Они пригласили на фестиваль трансмиссии, который проходил в Москве в клубе Стадиум Лайв. Не менее масштабным и фееричным было и посещение вечеринки в клубе Space Moscow. Сам Ферри Корсен уступил диджейский пульт Алексу Ларичеву. Играет шоу. Сегодня диджей Алекс Ларичев больше ориентирует свое творчество на Европу и Америку. Он постоянно в студии, постоянно творит. Сам процесс рождения трека – это нечто магическое. Буквально из ничего рождается музыка, которая потом будет заводить танцпол, которую будут слушать в наушниках на пробежке или просто в машине. Слух, фантазия, терпение и безграничная музыкальность – это то, что позволяет Александру Ларичеву создавать свои треки. Я использую какие-то определенные синтезаторы, определенную программу. Я использую их своим способом. И иногда я могу этим поделиться с кем-то, иногда я этим не делюсь для того, чтобы сохранить свой именно фирменный почерк. Я стараюсь работать с вокалистами только по мере возможности. Я работал с нашими дмитровскими вокалистами, с Ксенией Логиной. У нас вышел очень классный трек с ней, и над ним мы работали порядка, наверное, двух-трех недель. И он обрел свой успех на этой сцене. То есть он поддержался многими диджеями топовыми. И он попал в топ-продаж по версии Beatport в десятку. То есть мы находились буквально в районе одной недели с такими артистами как Avicii, Мартин Гаррикс. Сегодня Саша больше пишет треки для других, нежели для себя. Прошлый год он решил посвятить творчеству именно в студии. Со всех уголков планеты талантливому парню шлют заявки на написание треков. Если вы диджей, хотите, чтобы у вас был свой трек, но при этом он будет написан другим человеком, я пишу вам музыку, отдаю на нее полностью права, и вы делаете с ним что хотите. Выпускайте его, играйте, делайте на него клипы и что угодно. Диджей, музыкант, продюсер Алекс Ларичев из тех людей, которые в очередной раз доказывают, что нужно любить то, чем ты занимаешься, и отдавать всего себя. И только тогда придет признание и успех. У каждого своя цель, каждый идет к ней своим путем. Наш сегодняшний герой выбрал музыкальный путь. Сашины целеустремленности и талант помогут ему сделать этот путь безумно интересным и очень насыщенным. На сегодня это все. Вы смотрели нашу программу. Возникли вопросы или предложения, пишите наше-тв-собакамейл.ру Ну а я с вами прощаюсь. До свидания.